Так, всем привет! Люда Юйсей, Нью-Йорк! Упс! Ну что? Какие-то муравьи. Ну что, будем выезжать. Сделала много. Сегодня очень важное. Во-первых, годичную, по-моему, годичную, да? Раз в год делается годичная State Safety Inspection New York State Safety Inspection Самое главное, никого бы не стукнуть теперь. Она делает разгоз. А у меня как раз еще подошло где-то недели три назад подошло то, что то, что у меня каждые полгода нужно высвечивается maintenance, maintenance. И в этот раз я не стала делать maintenance заранее, а все как бы решила за один раз сделать. И поэтому там у меня уже овер как бы уже больше стало мили. То есть каждый день они говорят maintenance, значит, овер там сколько-то мили. Вот. Так что получилось, да, и получается, что они сделали мне rotation колес. Он сказал, что первый раз. Интересно, почему они мне раньше говорили, что они тоже сделали rotation колес? Не знаю. Потом, значит, что еще? Ну, значит, масло поменяли. Но они вроде меняют каждые полгода. Потом, что добавили мне жидкость. Ну-ка. Не знаю. Добавили? Такое ощущение, что как будто и не добавили ничего. Ну-ка. Я забыла сказать, чтобы сзади проверили у меня. Ну-ка, сейчас проверю, как у меня сзади работает. говорит. Ой, не то, не то, не то. Подождите. А как же там у меня? А там вот так вот. Ну, как не работало, так и не работает. Ну, до следующего раза уже. Говоришь им. У них там, знаете, хорошо, что сегодня я приехала не к десяти, как было назначено. Они заранее звонят и напоминают. Я говорю, а можно я приеду пораньше, к восьми, например, восемь с копейками там где-то. Можно? Они говорят, нет, лучше в свое время. Потом другой звонит, напоминает. Я говорю, вот у меня на десять, но можно мне пораньше? Да, конечно, приезжайте. И вот смотрите, с восьми часов в восемь с копейками я привезла, а сейчас один с тридцать я выезжаю, да. То есть, вот в этот раз из-за того, что меняли колеса перед-назад, обычно это час. Я приезжаю на инспекцию, у меня обычный час. Но то, что сегодня они проверяли все на свете, а вот задний так плоховатенько работает, задний этот вот, который распыляет жидкость, как бы работает, но не настолько, как хотелось бы мне. Может, так и должно было быть, я не знаю. Ну, короче, уже возвращаться не буду. В следующий раз, через полгода пролетают мгновенно. Вы знаете, вот когда будет в следующие полгода мейнтеннесс, тогда скажу, чтобы задние посмотрели, поработать там. как будто засорилось что-то. Та часть, которая распрыскивает жидкость на стекло, как будто она засорилась. Но в принципе, когда ею пользуешься, это когда дождь идет, правильно? А когда дождь идет, там без разницы, как работает. Так, еду, сейчас просто чуть-чуть проедусь, хочу два слова сказать про... Так, вот здесь нам повернули. Про... Или прямо проеду чуть-чуть. Там заберут. Хочу про Трампа два слова сказать, какая ситуация была. Я думаю, что если есть такие, которые не слышали про это, вы напишите мне в комментариях, что вот вы только от меня сегодня это услышали. Это будет очень-очень интересно, если такие есть люди. Здесь? Ладно, здесь. Значит, это случилось, получается, вот, по-моему, это было в субботу, когда он выступал в Пенсильвании, свои там ралли, вот эти вот, которые они проводят перед выборами. Выборы будут в ноябре. Ну, теперь я уже пойду. А то я хотела уже не ходить, потому что, а теперь я пойду уже точно. Я была, я голосовала там в 20-м году. Вот 4 года прошли. Со стариком Джо Байденом протелепались мы. Старики захватили планету, как я вам и говорила. Старики захватили планету. Во всех странах. Понимаете, когда они были молодыми, весь мир был лучше. Вот почему сейчас говорят, вот, золотые 70-е, 80-е, они были везде золотые 70-е, 80-е. Потому что все те же, те же были, вот эти все, из 15-ти бывших республиках, они все были. Потом, вот эти все, по всему миру были, да, но они были все моложе. И поэтому мир был лучше. Когда люди моложе, они как-то все это, знаете, ну, там, как бы себе гребут, но как бы и другим дают жить. А сейчас они все стали старыми, 70-80, им уже ничего не надо. Они все время думают про смерть, и как бы из этой смерти выбраться. А если и молодые у них вызывают зависть, и молодые вызывают у них, такое, знаете, раздражение. Все люди пожилые, они сложные. И во всем мире сейчас, во всем мире практически, Зеленского туда засосали тоже, в эту компашку. За ним же тоже стоит, Коломойский, наверное, и там какая-то банда стоит за ним тоже. Вот, и хотя он вроде выглядит молодым, но сравнительно молодым, но за ним там другие стоят, кукловоды, понимаете? Вот, и поэтому сейчас во всем мире везде тошно, везде тошно, везде плохо, потому что вот эта вот банда, шайка, лейка, она стала старой. А может быть, уже мир подходит к концу. Пророчества сбываются, мир подходит к концу. Так вот, значит, тут он выступает, и как бы, ну, я думаю, что вы все смотрели эти многочисленные кадры, когда, по-моему, семь пуль, семь или восемь, пуль было в него выпущено, ну, сказать, по правде, для, какие там, семь с восемь ему, что ли? Сколько ему лет-то? Семьдесят восемь, по-моему, ему лет. Для семьдесят восьми реакция хорошая. Реакция хорошая. Вы знаете, и даже кадр, когда летит пуля, летит пуля, вот это вот след остается у правого там виска. Летит, как бы она еще не долетает. Ну, повезло, вот это повезло, вот это, вот я не знаю, это Бог спас. Бог спас, конечно, его. Попало в ухо, слушайте, попало бы запросто в голову. Вот. И вот где-то там четвертая, и вот это четвертая, значит, три пролетели мимо, четвертая в ухо, и он в этот момент садится. Быстро среагировал. То есть, получается, раз, два, три, три секунды, он уже среагировал, он четвертый, что он садится. И вы знаете, мне просто в этой истории было все интересно, все интересно. Мне интересно, вот, что люди, которые сидят, как люди видят, что он уже сел, спрятался, он уже спрятался, через секунду на него наваливается охрана. Но люди, которые сидят на трибунах, они смотрят, высматривают, кто стреляет. Слушайте, вы тоже мишень, вы тоже мишень, почему вы не садитесь? Вот это мне было так странно, там, значит, кто-то хоть как-то пригнулся, хоть как-то пригнулся, но вы просто открыты для стрелка. Вот, он, может быть, и вас, как бы, с ненавистью перестреляет, потому что вы поддерживаете, да, республиканцев. Нет, они не пригнулись. А там есть такой колоритный дядечка, который в шляпе, в таком фраке, вот, он вообще не шелохнулся. Другие там как-то присели. Вы знаете, ну вот это вот просто, вот знаете, это с одной стороны вроде как, ну, вроде как трагическая ситуация, потому что погиб, погиб этот человек, который пожарный, он прикрыл собой своих дочерей и погиб, вот в него попала пуля. Но с другой стороны, это какая-то комичная ситуация, это все, там все как бы было комичным, на мой взгляд, вот, все комичным. Вот, ну, как бы это, вот эти люди, которые не пригнулись, для меня сразу показалось настолько умозрительно, что, почему они сидят, они чуть-чуть пригнулись, они всматриваются в толпу, кто стреляет. Тут не до этого, вот как бы вы действовали, вот вы видите, вы пришли там куда-то, там, за своего там, кандидата голоса, вы, от него в восторге, вы пришли, вы сидите на трибунах, и вдруг этот, вы видите, что стреляют, и он плюхнулся, жив, не жив, еще никто не знает, еще никто не знает, он живой или нет. Так, почему вот здесь и так, и так? Потому что здесь поворота нету. Как вы будете действовать? Скажите мне, пожалуйста, как вы будете действовать? Ну, вы, наверное, прямо плюхнетесь на землю? Ну, я бы плюхнулась, наверное. Я так думаю, трудно, конечно, сообразить, как, что, мне кажется, я бы плюхнулась, потому что уже раздаются крики, визги, уже все понятно, уже все понятно, что идет стрельба. Так, сейчас я эту машинку пропущу, потом развернусь. Ну, подожди, что, ну, ты не видишь, что ли, что ты мне бибикаешь? Я какой странный. Ну, ладно, вот здесь. Что-то тебе там место вообще? На рельсах много места, он мне бибикает, а? Так, я так катаюсь с вами. Пропустила поворот. Вот, значит, дальше смотрим, что дальше. Потом там, значит, был разбор, конечно, полетов, как действовала охрана, но отреагировали-то они быстро, на него навалились, там они быстро, но, конечно, вот дальше тоже для меня было странно, но вот, конечно, Трампа не удержать, это такой, такая мощь, которого не удержит никто, и что вообще, я не знаю, похоже, что он выиграет, это было бы странно, если бы выиграл Байден сейчас, пусть там ее поменяют с этой Камилой Харрис, но все равно, не знаю, вряд ли он выиграет, это уже просто, но это уже будет нонсенс, нонсенс, если он выиграет, это уже будет ясно, что просто белыми нитками, тогда в 20-м году было ясно, что была подпасовка, но сейчас это будет просто, я не знаю, это будет настолько позорная подпасовка, вот, но что-то, хотел сказать там, мысль вышла у меня, которая хотела сказать, да, что он такой, такая мощь, что вот его, вот, не суды его не удержат, не, не, вот эта стрельба, его ничего не может удержать, вот, да, и охрана, которая на него навалилась, она не может его удержать, понимаете, вот это вот еще смешно мне показалось, что он все равно прорывается сквозь эту свою, навалившихся там 6 человек, и он все равно, они даже там с него, туфли, туфли слетели в этот момент, когда они на него навалились, ботинки слетели, вот, и он говорит, дайте мне, дайте мне, значит, они там одевают, вот тут, говорят, все клей, все, everything is clay, everything is clay, значит, мы можем двигаться к машине, вот, когда они двигаются к машине, вот тоже интересно, ну да, они высокие, но какая-то такая хрупкая женщина, на переднем плане, которая ему не достает до подбородка, тоже очень странно мне показалось, причем тут эта женщина, которая открывает ему голову, все, голова его опять мишень, опять мишень, голова его опять под ударом, вот, и, значит, он прорывается с этой, значит, открытой, давай, езжай, странно, он открывает, значит, своем, он открывает свой кулак, вперед, кулак, и говорит, fight, fight, по-моему, он сказал fight, сражайтесь, сражайтесь, говорит своим избирателям, сражайтесь, он еще не знает, кто стрелял, что, он думает, ну, в общем, непонятна тоже история с этим молодым человеком, 20-летним, он говорит, сражайтесь, сражайтесь, в общем, короче, вот так, кулак на фотографии, фотографии просто изумительные, он, окровавленный, на фоне вот этих вот, знамен американских, это просто вот, ну, на столе, значит, кровь на ухе, ну, это просто шикарные кадры, просто, если бы даже этого не было, надо было придумать, вот, ну, конечно, вот то, что, то, что, вот это мне непонятно, как это так, как это так, что они его, вот, когда уже, почему они не пригинают главу, почему его голова опять становится под ударом, мы же не знаем, один стрелок, одного вроде как убрали, ну, кто их знает, может быть, там было их, может быть, там их целая группа, и как это так, эта худенькая женщина, хрупкая стоит, тоже, головы у всех не прикрыты, у этих охранников, может быть, так и надо, потому что никто не должен их вычислить, ну, как их не вычислить, они все в пиджаках, они все в пиджаках, да, даже такие кадры сделали, что видно, как реклама носков там, У кого-то там видно, что у всех одинаковая обувь, и только у Трампа другая обувь. В общем, как-то так все. Какой-то один там охранник даже с легким животиком. То есть тоже они такие высокие, но в то же время как бы есть животик небольшой. Вот, ну, в общем, да. И, конечно, много вопросов к тому, что там всего было не так много этих амбаров. На двух амбарах сидели на крышах снайперы, которые снайперы, значит, из охраны. И почему-то вот те два амбара были незащищенными. Вот это у всех, и американских, и российских, у всех вызывает вопрос. Как они могли прошляпить тот амбар? И там уже такой был момент, что люди уже увидели, как этот парень лезет на крышу с оружием. И люди стали там говорить, кричать, что у него оружие, у него оружие, он лезет на крышу. И тоже, несмотря на это, Трампа тут же не уводят. Трампу дают как-то начать там. Или он уже выступал, и тот полез на крышу. Потому что ему же надо вскарабкаться, и ему надо сделать свою винтовку, как бы привести в готовность. Это же тоже не так, что налетут там, он все это может сделать. То есть это тоже какие-то шли там секунды, минуты, но... Тоже этот момент прошляпила охрана. Но это вообще, конечно, расслабились. Как это можно расслабиться? Как можно вообще расслабиться с Трампом? Он постоянно под ударом, он постоянно под ударом. Это самый такой человек, которого больше всего ненавидит вся вот эта свора, вся вот эта банда, вся вот эта куча народа, который стоит за Байденом. Байден, он просто прикрытие для их мафиозных дел. Для их вот этих вот... И они все боятся, они знают, что по ним тюрьма плачет. Что если придет Трамп, они все там окажутся... Он сразу начнет расследование всех вот этих вот... Всей вот этой шайки-леги, которая стоит за спиной Байдена. Тот вообще не понимает, что делает. Он... Ой, говорят, он в 4 часа уже все, он в 4 часа уже не работоспособный. Байден. Ему даже на подпись бумагу... Все, в 4 часа он все. Он заканчивает свое там даже подписание бумажек, которых он ничего не понимает. Вот. Вот такого выбрали, понимаете? Вот такого нашли. Такого выбрали. Я помню, значит, в восьмом году... Я приехала в 2007, а в 2008 были первые выборы, которые вот на моем веку. И я помню, вот говорили, когда там как раз шла в разгаре компания первая. Я уже даже не помню, кого там выбирали. И я помню, один человек сказал, вот как выборы, так просто все удивляются. Неужели из 300 миллионов, то тогда было еще 300 миллионов населения. А сейчас уже 330 миллионов, на 30 миллионов больше в Америке. Вот. Народу, значит, и он сказал, как подходят выборы, так все удивляются. Неужели из 300 миллионов не нашлось ни одного нормального кандидата. Вот мне как-то это запомнилось. Потому что теперь уже несколько выборов на моем счету. Каждые 4 года выборы. И каждый раз удивляешься. Неужели не нашлось как бы кандидатов нормальных, да? Почему как-то всегда выбирают плохой, еще хуже. Вот так вот, да? Вот. Что я хочу сказать. То есть, значит, очень много вопросов к охране. Как это так? Как это так? Вот прошляпили эти две крыши. Это просто удивительно. Там, получается, сказали, 150 метров было до него. Это не так много 150 метров. Тем более, что вот у этих винтовок там вот этот оптический прицел, он как бы приближает. Там не так трудно попасть даже молодому, даже дилетанту. Не так сложно попасть в мишень со 150 метров с прицелом. Винтовка была с прицелом. Взял он ее у отца. Взял он ее у отца. Вот. Значит, ну как бы сработали они быстро. Охрана сработала быстро. Но до этого, как бы, превентивные меры не были до конца продуманы. Будет расследование. И уже идет расследование. И, конечно, очень странно. Вот потом тоже они действовали. Да, он прорвется даже сквозь свою охрану. Он прорвется это. Он не даст себя вести с опущенной головой. Он пробьется с этим кулаком вперед на фоне знамени. Вот. Но просто, конечно, почему молодая, относительно молодая девушка прикрывает его спереди. Голова этой девушки не дотягивает до его подбородка. Ну, это удивительно. Потом они его руками начинают закрывать. Но какие-то секунды его голова открыта абсолютно. Они потом начинают руками закрывать его голову, как бы. Вот. Вот, конечно, не могу не сказать, что представляю какая трагедия для родителей этого юноши. Там еще как бы немножко... Ну, будет, конечно, расследование, будут все разбираться. Но такая... Уже там как-то дали небольшое интервью его бывшие соученики, классмейцы, или те, которые учились с ним в старшей школе. Они сказали, что он был всегда одинок, не было вокруг него людей. Как-то вот он все время такой, знаете, был аутсайдером таким. И вот, к сожалению, когда человек вот сам, видимо, он не может пробиться, да, а если он уже аутсайдер, вот мне так грустно стало за него, за этого парня, что вот, видимо, может быть, он сам, конечно, вот виноват, да. Она, разумеется, во всем, что с нами случается, большинство виноваты мы сами, да. Но вот если, допустим, ребенок пробивной, он будет к другим как бы все равно как-то искать общение. А вот он, видимо, такой сам по себе был какой-то интроверт, замкнутый, наверное, я так предполагаю. И как-то, и когда уже за ним шлейф, что никто с ним не общается, он так и будет идти по жизни, понимаете. А когда не с кем вот и поговорить ему, не знаю, там, какая была семейная обстановка, но если не с кем поговорить, так получается, что и вот такие мысли начинаются. Может быть, он сам был какой-то странноватый, может быть, вот. Я не очень поняла вот это известное видео, которое сначала фигурировало, когда в поиске набрать его имя вот этого парня, и высвечивалось вот это короткое видео, где молодой человек, похожий на него, говорит, что я ненавижу республиканцев, я ненавижу Трампа, но вы взяли не того парня. Я не очень понимаю, это вот он сам, потому что они похожи как бы, но вроде как это постарше и совсем другая стрижка. Не очень мне понятно. Потом это видео перестали как-то показывать его. То есть, может быть, это его однофамилец с таким же первым, вторым и фамилией, с первым, вторым именем и фамилией. Тут первое, второе имя и фамилия, да? Абсолютно такой же вот парень заранее, не заранее, а сразу сделал такое видео, как будто он сидит в машине в полумраке в таком и говорит, да, я ненавижу, говорит, республиканцев, я ненавижу Трампа, но вы взяли не того парня. Вы взяли не того. Может быть, это совершенно разные люди, потому что у того как будто бы, похожее лицо, но как будто бы это не он, как будто бы это два разных человека. Вот. Ну, конечно, ужасная вообще, ужасная ситуация вот родителей, родителей. Какая бы ни была обстановка в семье, какой бы он ни был, 20-летний этот парень, но это их сын, да? И вот теперь получается, что вот такое горе на них свалилось, и вот такая слава одновременно на них свалилась, и вот один только сосед, который написал им смс-ку, что не вините себя, вашей как бы вины нету. Но я представляю, каково им, каково им. И вот, значит, конечно, в того сразу выстрелили, в этого парня сразу выстрелили на смерть. Вообще, конечно, непонятно, чем он думал, абсолютно непонятно, чем он думал. Ну, видимо, он какой-то не совсем здоровый парень. Зачем это? Ясно, что его убьют. Он шел на смерть. Ну, зачем? Это что за геройство такое непонятное? Люди там какую-то идею преследуют. Я еще как-то могу понять, там, кража, что надеются, что убегут с деньгами, и они погибают, да? Но когда он стреляет, и он знает, там, снайперы, понятное дело, что его убьют. Это просто он идет на смерть. Зачем? Ну, видимо, что-то не то с ним. Будет еще разбирательство на эту тему огромное. Вот. И вот погиб вот этот пожарный. Хороший семьянин, достойный американец. И, по-моему, двое ранено еще там оказалось. Ну, я сейчас вот сидела на этой плазе-то, ждала, когда мне инспекцию сделают. И вы знаете, по всем каналам теперь трамп. И уже не в этом... Ой, подождите. Дай-ка я встану. Этот нервный едет, бибикает мне. И камера спала. Не знаю, удержится она у меня. Ну, уж не удержится, не удержится. Вот. То есть, понимаете, все настолько вообще в этой истории. Ну, конечно, первая мысль была демократа уже вообще. Понимаете, еще какой момент? Интересно, что на нескольких президентов покушались или кандидатов в президенты. Но последний раз это был в 81-м году. То есть, много предотвращается попыток. Много попыток, как бы, они выслеживают как-то. Вот так же, как теракты. Америка всех тут специально есть огромный, как сказать-то... Определенный штат огромных людей, которые все это отслеживают. Кто заносит в поисковик там, кто откуда приехал. Многих держат на карандаше и как бы отслеживают. Почему я говорю, здесь телефон. Здесь телефон это... Сейчас, подождите, так вот сделайте. Телефон это твое ID. Они всех все отслеживают. Кто куда завязает. Кто как часто путешествует в определенные страны. Вот. То есть, мышь не проскочит. То есть, очень много предотвращается. То же самое на президента. Даже, говорят, на Байдена там хотели покушаться. Вот. Уж не знаю там. Но не было... Не довели как бы до дела. До дела не довели. А тут, вот в 81-м году стреляли в Рейгана. И это, кстати, очень увеличило его шансы там на продление срока и вообще на его популярность. И вот теперь, представляете, в 81-м году только была попытка. Прошляпили. Прошляпили тоже. Команда там что-то прошляпила. А сейчас, получается, смотрите, 20... 45 лет прошло. 43... Нет, 43 года прошло. 43 года. Представьте себе. Ой. 43 года. То есть, до этого... Ну, конечно, теперь популярность Трампа. Ну, вот так вот. Ну, посмотрим, что будет дальше. Конечно, есть такое, что... Что якобы демократы настолько его ненавидят, что они на все пойдут. И будут все равно пытаться его ликвидировать так или иначе. Не знаю. Есть даже такое, что запасайтесь продуктами. Ой-ой-ой-ой. Запасайтесь продуктами. Даже такое есть. Как бы мнение, что может быть все. Ну, не знаю. Но я помню свое ощущение в 20-м году, когда выиграл Байден. И, понимаете, на его ралли никто не приходил. На его ралли... Ралли же это показатель. Были пустые абсолютно трибуны. Там сгоняли кого-то на его выступление. Нудное, скучное, спящего Байдена выступление. Он там засыпал на ходу и прочее. И никто не приходил на его выступление. Это было понятно. Срез показывал, что его популярность на нуле. И вдруг он выигрывает. Как это так? Да такого не может быть. И там не прорваться было на ралли этого Трампа тогда. И вдруг он выигрывает этот... Байден, да? Ну, это же понятно было. И там кто следил ночью, они следили. А говорили, что он лидировал, лидировал Трамп. Лидировал. И вдруг раз, и прямо все, там, как бы цифры как будто поменялись. То есть те голоса, которые были за Трампа, вдруг они раз и переметнулись все к Байдену. То есть какая-то была механическая абсолютно подделка. Ну, компьютерная. Вот. Потом, значит... Что еще хочу сказать? Надеюсь, встану еще. Вот. И я помню вот это свое состояние. Как мне было тошно. Я прямо сразу почувствовала. Это был октябрь, ноябрь. Октябрь или ноябрь. Ноябрь, по-моему, это было. 20-го года. И я прямо поняла. Вот я прямо кожа ощутила, что... Будет плохие следующие 4 года. И все. И сразу началось. Ковид. Потом, значит, вот этот вот экономический кризис пошел. Спад. Вот это все-все-все-все-все. Война. Пожалуйста. Все думают, что, значит, демократы помогают. Они не помогают. Они не помогают. Они бросают... Они льют бензин в горящую печку. Понимаете? И распиливают деньги, которые якобы идут на войну. Идет просто распил денег. Американских вот этих налогоплательщиков всех. Все это у деньги и бросаются в печку. А люди как гибли, так и гибнут. Понимаете? И вот все, что они вот это сделали за эти 4 года, это мрак и ужас. По всему миру. Понимаете? Вот. Потому что это как цепная реакция. Это реакция домино. Это... Цепная идет за всем. Плохо одному в этом мире страдают все. Понимаете? Нищие стали более нищими. Богатые стали более богатыми. Но не те богатые, которые просто что-то изобретают, над чем-то полезным работают. А те богатые, которые наживаются на войне, на продаже смерти. Они продают смерть. И они на этом наживаются. Вот. Вот такое вот. И поэтому, конечно, сейчас я не знаю. Возможно, только Нью-Йорк и проголосует. Демократический штат Нью-Йорк только и проголосует за Байдена. Потому что... Ну, кому он нужен? Понятно. Уже даже всем, даже оголтелым, вот. Даже те, которые не любят, терпеть не могут, скажем, Трампа. Но они скажут, вот плохой кандидат и еще хуже. Вот в этой ситуации для кого плохой и хуже. Не хороший и плохой, а плохой и хуже. Ну, понятно, что Байден в тысячу раз хуже. В тысячу раз хуже. Потому что Байден, это как, знаете, возглавление, там, скажем, золота, как называется, где добывают золото, бриллианты, драгоценные камни. Вот какая-то такая, допустим, добыча. И ее возглавляет человек, который ничего не понимает, что происходит. Вот тогда начинается, идет распил. Распил всего, что можно на этой добыче, ой, на этой добыче, золотовалютной добыче, вот этой вот, все, что можно разворовать в этой фирме, идет разворовывание. Потому что официально стоит у власти хозяин, который ничего не понимает, что происходит. Все его работнички начнут творить беззаконие. И кто больше ухватит, понимаете, вот то, что сейчас происходит. Ну, хорошо, друзья мои, буду заканчивать. Такие мои мысли на этот счет. Да, какие-то там, допустим, эти папы римские, они, понимаете ли, в пуле непробиваемом стекле выступают. А кандидаты в президенты, что, не могут в пуле непробиваемом стекле выступать? Тогда бы этот парень был жив. Зачем нам, ой-ой-ой, сори, юноша. Зачем нам вообще вот это вот, зачем нам вот эти папы римские? Вот он и вступал в обычном своем этом. Значит, получается, на папу римского могут покуситься, а на кандидатов в президенты не могут, да? Интересно. Ну, ладно, буду заканчивать. Да, сорок три года вот такого не было. Прикиньте, а? Сорок три года. Двадцать и двадцать четыре, да? Сорок три года не было покушений. Они были, но они не осуществились. Там планировали, конечно, но они не осуществились. А тут, получается, осуществляется. Ну, повезло, повезло Трампу. Как-то вот так голову он повернул, и, видите, пуля только ухо задела. Может быть, это вот, знаете, ну, может быть, это вот за все его страдания все-таки, вот за все его вот эти вот мучения, которые, ну, выпали на его долю. Говорят же, что он, ну, даже все деньги свои вложил, вот во все, вот, понимаете, настолько он идейный. Его ничто не остановит. Его действительно, ну, не дай бог, только смерть может остановить. Он настолько, он идейный. И как это в 20-м году, когда вот эти все прививки, все маски, какое было мракобесие, прививки, маски, там все. Сейчас я вот это все-таки договорю мысль. И тут мы узнаем, тут мы узнаем, журналисты раскопали. А, здесь нельзя вставать. Здесь это, дальше едем. Какое шло вообще, позакрывали детские площадки, позакрывали школы, все позакрывали, понимаете? И вот скажите мне, хоть один президент, хоть одной страны или там какой-то, тысячи же умирали, миллионы умирали. Хоть какой-то один президент или там, я не знаю, вице-президент или какая-то шишка, какой-то премьер-министр, хоть в одной стране умер на фоне того, что умирали миллионы людей. Я хочу в тенечек встать, но тенечки все заняты. Хоть один умер? Нет, нет. И вот представьте, когда вот тогда, я помню, все позакрывалось, школа, сады, площадки, все. И тут мы узнаем, что Нэнси Пелоси пригласила к себе на вечеринку 200 человек. 200 человек. И не было масок у них. Вот как это так, а? Вот это интересно. Вот это интересный расклад. Огромная вечеринка с бассейнами, с шампанским, то-се. Народ, значит, в страхе и ужасе теряют работу, все рушится, бизнесы рушатся, там все. Ну, вот, школы закрываются, родители с ума сходят, что делать, потому что по всем ударило это. Семьи распадались, потому что люди все время вот в замкнутом пространстве должны были быть с детьми. Вот, семьи распадались. Много семей распалось. А Нэнси Пелоси делает вот эту вот вечеринку. Ну, нормально, 200 человек у нее там было. Или 300, или 200. Я помню космическая цифра. И все были без масок. Значит, это не потому, что они не боялись этой заразы. Это не потому, что зараза была фиктивная. Нет. А потому, что они что-то делали. Что-то делали. И как одна сказала, что доктор ее, ее доктор не болеет. Что-то употребляют, что-то делали. И многие доктора, которые знали, что именно надо делать, они не болели. Все чихали, кашляли. Особенно там первые 2-3 раза. Это было же ужас, как тяжело переболели все, кто выжил. А, значит, получается, кто-то знал, что употреблять, что принимать, какие там себе делать внутривенные с этими сумасшедшими антителами от других переболевших, у которых уже антитела. И они периодически себе все это делали. Поэтому не ходили без масок, ничего не боялись. Так вот. Это потом уже было не угнаться. Потому что разные штаммы были. И как бы ты уже не знаешь, какой штамм. И тут уже 2 штамма ходят, и 3 штамма ходят вместе. И все в таком духе. Но первое-то это было же понятно все. И просто брали они кровь от людей переболевших каким-то образом. Или какие-то сильные стимуляторы себе делали. Или еще что-то. Что-то делали. И вот посмотрите, никто... Мы не слышали такого, что вот в такой стране вот какой-то один там король, царь, значит, президент или еще кто-то там, или премьер-министр вот умер от ковида. Вот не было такого. Умирали многие известные люди там, да, от последствий умирали. Но вот чтобы вот руководство, вот странно, мы такого не знаем. А вот здесь вот рефрижераторы ломились от тел. И в каждой стране это было. Хоронить. Эти похоронные службы не справлялись. Похоронные службы не справлялись. Вот так вот. Поэтому настолько все это мрачно. Но будем смотреть в будущее и надеяться, что Бог над всем. Бог не впереди, не сзади, не сбоку. Он над всем. Над всем. Даже вот над этими вот... Над всеми странами. Бог сотворил Вселенную безграничны. Вот подумайте только. Вот я всегда вот на эту тему думаю. Как это так? Вселенная не имеет конца. Она не имеет конца. Вот будешь лететь миллиарды лет. Конца у Вселенной нет. А если бы он был, этот конец, да? Если бы это было какое-то окончание купола, да? Купол такое, окончание полета, купол. То интересно, что тогда за этим куполом, если бы это было такое? Как это так? Нет конца. У Вселенной нет конца. Понимаете? Миллиарды, миллиарды планет, миллиарды, миллиарды звезд. И среди этого миллиардов, триллионов и так далее, наша единственная малюсенькая планета Земля. И она в окружении несущейся с огромной скоростью планет, с огромной скоростью они несутся. Все вот эти планеты, они вращаются вокруг своей оси, они еще несутся там, и все это как-то разруливается, и как-то все это не сталкивается. И это просто поразительно. Вот когда думаешь вот об этих масштабах, что наша планета вообще малюсенькая? Это такая песчинка, песчинка в океане вообще. И вот как-то Бог все это разруливает. У Вселенной нет конца. Тут даже ученые, которые атеисты признают это, в основном ученые-то, они, между прочим, не атеисты. Чем больше они погружаются в эти знания, они понимают, что невозможно. Но так все структурировано. Так все структурировано в человеческом организме. Такая структура в нашей голове, в мозг наш, как работает, как работает ДНК, как работает все в нашем организме, это чудо. Как работает все у животных, как работает все у птиц. Природа, как все удивительно устроено. какие миллиарды вообще видов животных, миллиарды птиц, миллиарды цветов, миллиарды природы, это же тоже Библия, природа свидетельствует для людей. И поэтому, чем больше люди изучают это все, тем больше они понимают, нет, 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 нет. Уж если там таблица Менделеева так гениально была сделана, придумана и все такое, да, это же тоже не просто так, таблица Менделеева была, да. У нее тоже есть Творец, он просто там через человека ее как бы открыл, но вот эта упорядоченность химических элементов, она тоже не просто так. И чем больше человек познает вот этот мир, как устроен, ну понятно, что в результате взрыва, ну ничего, взрыв в типографии не принесет тебе встроенную библиотеку, никакие взрывы не принесут ничего, кроме разрушения. Опять же, откуда взялись газы, если это был взрыв, откуда взялись эти газы, откуда взялись эти элементы, если ничего не было, ничего не было, откуда возникли эти газы, элементы и так далее. То есть чем больше человек погружается в это, тем больше он узнает, что есть рука Божья. Ну просто это очевидно. И поэтому единица каких-то там атеистов, ученых, есть даже книга о высказываниях великих ученых. Все великие ученые, все великие, кого мы знаем, они все верили в Бога, они все видели руку Творца во всем. Вот, и поэтому даже самые-самые какие-то махровые атеисты, они когда вот не могут не признать, что да, как это так, у Вселенной нет конца. Вселенной нет конца. Ну все, вот на этой оптимистической ноте я заканчиваю. Пока-пока, друзья мои. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok